Добрый вечер! Основные события дня экспертной оценки в ближайшем часе. Расходы и доходы чиновников будет контролировать президент. Как это будет? Согласно данным вице-премьера России Ольги Голодец, чем занимаются 38 миллионов трудоспособных граждан страны, неизвестно. Школьная форма для наших детей. Министерство образования выпустило приказ об установлении требований к одежде обучающихся. Зачем это нужно? Роспотребнадзор может закрыть полторы тысячи сайтов. По мнению чиновников, там содержится информация о способах самоубийства и призывах к нему. Чтобы обсудить эту тему, у нас есть чуть больше 50 минут. Начнем по порядку. Владимир Путин подписал два указа, устанавливающие порядок подачи чиновниками справок о расходах и сроке отчетности. Чиновники должны будут до 1 июля предоставить сведения о расходах. Проверкой достоверности представленных сведений займутся глава президентской администрации Сергей Иванов и возглавляемый им же президиум президентского совета по противодействию коррупции. Телефон в студии 6510996, код Москвы495. Я, естественно, задаю вопрос вам, нашим слушателям. Считаете ли вы новые инициативы руководства страны эффективными в борьбе с коррупцией? Этот же вопрос я хотел бы адресовать Кириллу Кабанову, председателю Национального антикоррупционного комитета. Кирилл, добрый вечер. Алло, Кирилл, здравствуйте. Да-да-да, добрый вечер. Так вы считаете, что эти указы президента сдвинут дело, если не с мертвой точки, но помогут в борьбе с коррупцией сильно? Ну, вы знаете, у нас есть две позиции, и каждая из них имеет право на существование. Первая – позиция в обществе. Она звучит следующим. Что коррупционеров вплоть до вешанных столбах чертовать, отбирать имущество. Ну, в лучшем случае лет на 20 сажать в тюрьму. Эта позиция правильная, это общественная позиция. Но, к сожалению, влияние общества на этот процесс, ну, было близко к минимуму, да, потому что нет общественных механизмов. И сама инфантильность общества это порождает, поскольку мы видим, там, 28% на выборах, да, мы не имеем наводить порядок даже с СССР. К сожалению, это так, да, это готовность общества. Поэтому президент сам разбирается с тем, что называется класс бюрократии, то есть с той системой, которая подчиняется ему. И поэтому это разбирательство, оно идет по системе исключения политических заявлений и нескольких политических шагов, да, которые понятны. Такие как у нас на системе сигналов же, да, у нас же бюрократик Собачки-Павлова. Вот они вот в настоящий момент распроясались, и нужно вернуть вот эту систему в некую систему управляемости, в нормальные рамки. И самое главное, снизить тот накал, который стоит в обществе, в содействии бюрократии. Кирилл, но вы согласитесь, что все-таки те шаги, которые делает руководство страны, это лучше, чем ничего не делать? Нет, поэтому я ее просто не закончил. Поэтому эти шаги вот в настоящий момент, то есть система, которая сложилась, они единственно реализуемы, да. Вот то, что сейчас мы видим, запускается механизм политической конкуренции, да, то есть давят не только на позиционеров, но давят-давят-давят и как бы своих же на партий. Правильно-правильно, причем по заявлению по оппозиции. Я считаю, что это нормальный, нормальный подход. Пускай это развивается медленно, но потому что у нас вообще политики очень сложно сказать, как в какой форме у нас что. Значит, то, что сейчас указы приняты, законы приняты, это нормальная форма для того, чтобы начать работать хотя бы по высшим должностным лицам. Вы не думаете, что может быть избирательное применение этих... Нет, она и будет избирательным. Какое количество администрации президента должно быть, а аппарат Совета это и есть администрация президента, с небольшим штатом, кстати. Значит, это аппарат руководителя администрации. Так вот, вопрос в том, что вы не сможете даже кадрового управления проверить все количество. Нет, я думаю, что это будет количество, в первую очередь, тех лиц, которые назначаются указом президента, то есть вышел из главных лиц Российской Федерации. Да, и это совершенно понятная история, и я думаю, что здесь даже то, что это будет навалиться наверху в порядок, уже чиновники волнуются по поводу недвижимости. Вот чиновники уже поняли, что это серьезно. Я же сказал со многими чиновниками, они говорят, ты понимаешь, есть люди, которые хотят уйти в государственные службы. Их немного, но они хотят уйти и уехать, чтобы их не достали. И не трогали. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Это был Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Мы продолжаем обсуждать указы президента сегодняшние про то, как должны отчитываться чиновники. К нам присоединяется Павел Светенков, политолог. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, будет ли массовый исход чиновников? Вот только что перед вами Кирилл Кабанов сказал, что есть уже настроение среди чиновников, что надо самим уходить. Я думаю, что это вполне возможно, потому что, конечно, будучи поставленными перед выбором между депутатством, допустим, или высоким постом и деньгами, которые находятся с границей, скорее всего, чиновники выберут именно за границу просто потому, что спокойная жизнь после отставки за рубежом – это цель очень многих в нашем российском правящем классе. Ну и если они выйдут на пенсию чуть раньше, чем планировали, ну что ж, они, скорее всего, готовы принести подобную жертву. А кто придет им на смену? Я вот читал несколько лет назад исследования среди молодых, ну вот ребят, которые вот-вот должны закончить институты, университеты, и многие из них высказали желание пойти на государственную службу только потому, что можно обогатиться. Ну, честно говоря, в нормальной ситуации на смену этим чиновникам должен прийти политический класс, то есть люди, которые профессионально занимаются политикой, потому что если мы посмотрим на примеры Запада, мы не увидим, чтобы западные парламенты были забиты миллиардерами. Конечно, есть миллиардеры, которые идут в политику, потому что считают, что исчерпали себя в бизнесе, но таких людей меньшинство, то есть должен возникнуть нормальный политический класс, нормальная элита. Но в нашей ситуации я боюсь, что на смену этим чиновникам, которые уже обогатились и которым есть между чем выбирать, когда указ президента ставит их перед необходимостью выбора, придут люди, которые тоже будут создавать капиталы на Западе, а создав капитал на Западе, опять-таки делать выбор в пользу Запада и в пользу капитала. Павел, я хотел попросить вас остаться сейчас на связи с нами. У нас есть звонок от слушателя, хотелось бы его мнение узнать. Это ваш тезка тоже Павел. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я тоже хотел высказать свою точку зрения по поводу борьбы с коррупцией, которая сейчас разворачивается. Мне все-таки представляется, что побороть коррупцию в системе, которая на этой коррупции, в общем-то, и выстроена, вот эта кисловутая наша вертикаль власти, которая, в общем-то, она превратилась уже в коррупционную вертикаль власти, вряд ли, конечно, реально и, скорее всего, Путин такую задачу и не ставит. Мне представляется, что здесь решается техническая задача, вот, как это сейчас говорят, приватизация элиты, то есть надеть короткий поводок на всех высших чиновников для того, чтобы они более-более контролируемые, а реальная борьба с коррупцией, она будет сведеться к сведению счетов внутри. Спасибо, Павел, понятно ваше мнение, спасибо большое. Павел Светенков, вы разделяете это мнение или нет? Ну, понимаете, если всерьез бороться с коррупцией, то это нужно сразу жестко вводить четкие и ясные правила игры и потом карать, невзирая на лица. В свое время Ли Куан Ю, когда его спросили, как побороть коррупцию, ответил, очень просто, посадите пяток своих личных друзей, вы знаете, за что вы их посадили, они знают, за что они сидят, и коррупция будет побеждена. То есть у нас, к сожалению, существует проблема половинчатых мер, когда высшие чиновники, даже если против них заводятся дела по вопросу о коррупции, уходят от наказания или проходят по этим делам свидетелями, и, понимаете, вряд ли нам удастся победить коррупцию, если мы будем бороться с коррупцией только на среднем и низовом эшелоне нашей власти, совершенно не затрагивая высшее чиновничество, потому что понятно, что рыба гниет с головы. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я от себя хотел добавить, что сегодня были опубликованы данные опроса общественного мнения Левада-центра, и вот вся борьба с коррупцией, к сожалению, судя по этим данным, к ней население России относится весьма скептически. Только 12% населения уверены, что запреты будут работать в полной мере. 41% считают, что кого-то будут трясти, а кого-то нет. Еще 37% думают, что через несколько месяцев про новые законы забудут. Мы прервемся на полторы минуты, после чего поговорим о занятости в России. В России из 86 миллионов граждан трудоспособного возраста только 48 миллионов человек работают в легитимном секторе. Что касается остальных, непонятно где и чем они занимаются. Об этом сообщила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. Наш рынок труда сегодня фактически нелегитимизирован. Очень небольшая часть рынка труда работает по прозрачным правилам. 48 миллионов человек работают в секторах, которые нам видны и понятны. Где и чем заняты все остальные, мы не понимаем, заявила Ольга Голодец. Она добавила, что остающиеся вне поля зрения государства люди создают проблему для всего общества. Из-за большого серого сектора в стране происходит недофинансирование всех социальных расходов. О том, куда могли бы деться 38 миллионов трудоспособных граждан России, мы сейчас будем говорить с Алексеем Захаровым, президентом компании superjob.ru. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. 38 миллионов, огромная армия. Чем они заняты? Ну, кто чем. У нас есть, например, официальные данные по безработице. Там что-то у нас 5 или 6 миллионов. Это то, что зарегистрировано. Но есть большое количество незарегистрированных безработных. Это в 3-4 раза больше. Вот вам уже из 38 порядок 20 миллионов. Это люди безработные, либо частично безработные. Остается уже не так много. 18. Ну да. Алексей, вот смотрите, какая история получается. Вот много было сейчас разговоров, где продолжаются они по поводу чудовищной, скажем, безработицы в Испании. Так вот, там существует, как мне рассказывали, некий негласный договор между обществом и властями. Эти люди действительно там огромное, приличное количество заняты в теневом секторе, и правительство закрывает на это глаза. И все довольны. Ну и такое тоже есть. И у нас, в общем, значительная часть малого бизнеса, она в теневом секторе. Все, что касается сферы услуг, сферы питания. Просто там малый бизнес не вытягивает никакой налоговой нагрузки. Он себя кормит, и слава богу. Но те люди, которые заняты в этом сером секторе, теневом секторе, да, они фактически беззащитные. У них нет ни страховок, ни там отчислений в пенсионный фонд. Да, есть такое. Но у людей часто нет выбора. Либо человек имеет работу хоть какую-то, которая хоть как-то оплачивается и не имеет никаких специальных гарантий. Ну, либо он не имеет вообще никакой работы. Ну, жесткий выбор-то получается. Ну, к сожалению, да. Пока у нас модернизация экономики не начиналась и начинаться не планируют. Мы, в общем, больше боремся с безработицей и имеем ее скрытую большую в том числе. А, в общем, надо заниматься занятостью. Алексей, ну вот когда был кризис, да, такая острая фаза, много очень говорили о переподготовке. Даже программы были, государственные программы. Ну, это просто все в песок и муть полная. Я читал все эти программы, восемь из девять регионов, они все были под копирку написаны одна в одну. Было потрачено огромное количество денег, и они продолжают тратиться на это. Ну, нулевым. Ну, выдавались кредиты на стартапы для малого предприятия, для малого бизнеса. И отчитывались, что там сотни тысяч каких-то, значит, малых бизнесов появилось благодаря этим программам. Просто попытки найти эти малые бизнесы, как обычно, ничем не заканчиваются. Скажите, Алексей, по вашим данным, вот все-таки программа подготовки, ну, люди просто в себя иногда инвестируют и прекрасно потом себя чувствуют, именно во время безработицы. Ну, если люди инвестируют в себя, то да, но у нас в большинстве случаев, вот те программы переподготовки, которые существовали во время кризиса, они были использованы для другого. То есть приходило крупное предприятие к губернатору и говорило, что вот, нет, сейчас надо уволить три тысячи человек. Ведь не вздумай даже, они все поедут стучать касками на горбатом мосту, давай мы их лучше переподготовим. Ведь мне не надо переподготовить, надо, говорит, вот тебе деньги, поэтому ты их сейчас не увольняешь, а отправляешь на переподготовку. И они у тебя три месяца получают не зарплату, которую ты не можешь платить, а стипендию, а потом ты их обратно нанимаешь. И у нас были тщательные сообщения, что с такого-то предприятия три тысячи человек было уволено, благополучно переобучено и через три месяца наняты обратно. Ну, это, в общем, экономический бред с точки зрения любого работодателя. Если люди нужны, то через три месяца никто их увольнять не будет, а потом снова принимать. Это же огромная работа. Спасибо. С нами был Алексей Захаров, президент компании Superjob.ru. У нас есть телефонный звонок. Григорий, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Григорий, город Москва. Дело в том, что если взять население нашей страны, 140 миллионов, то 38 миллионов – это 27%. То есть практически треть. Соответственно, еще одна треть – это пенсионеры, еще одна треть – это дети. И получается, что эти 38 миллионов – практически все работащее население. Григорий, 38 миллионов – это половина практически от работоспособного населения. Я думаю, это больше, чем половина. Ну, под даже официальным данным, 86 миллионов граждан трудоспособного возраста, 38 – это чуть меньше половины. Ну, вот, да. Да, и вывод какой? Что у нас половина-половина трудоспособного населения непонятно чем занята. То есть понятно, чем мы все видим, да, и то, о чем сейчас говорил Алексей Захаров. Малый бизнес, частный извоз. Но то, что эти люди, в конце концов, опять будут незащищены, то есть они не платят налогов, они не платят отчисления в пенсионный фонд и, соответственно, могут остаться без пенсии, а претендовать на нее безусловно будут. В общем, это целая проблема. И о ней я сейчас хотел бы поговорить с Агамали Мамедовым, доктором социологических наук, профессором Московского университета. Агамали, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Ну вот мы с нашими слушателями согласились, что половина, чуть меньше половины трудоспособного населения, это целая проблема. И как ее решать, непонятно, именно с точки зрения социальной. Да, вы знаете, проблема, конечно, очень серьезная. Вы знаете, ну, в первую очередь я хотел бы сказать, что, ну, просить за рифму, что Голодец молодец все-таки, да, что, вы знаете, впервые, скажем, на уровне вице-премьера эту проблему обнажила столь четко, да. Вообще, я считаю, что в стране должен быть, конечно, ежегодный доклад о рынке труда в России. То есть, как, например, в Соединенных Штатах они благосостояние страны определяют через показатели индекса Dow Jones, там, NASDAQ и так далее, да, и в том числе данные по безработице. У нас почему-то этот фактор считается как бы так второстепенным, хотя мы декларируем, что страна является все-таки социальным государством. И вы знаете, то, что опубликовано, что 38 миллионов, по сути, людей, работающих в серых схемах, это, знаете, конечно, проблема поставлена, и, ну, все ее знают, но ее надо решать. Ну, мы с ней все сталкиваемся, правда, вот, когда мы выходим, голосуем, да, у нас машина, да, у нас, знаете, торговля, у нас люди ходят, скажем, с какими-то плакатами, там, еще что-то так далее, да. Это вот те самые 38 миллионов, но плюс еще у нас под 5 миллионов официальных безработных, да? Да. Алло. Да-да-да. Да, вы знаете, тут уже, да, и представьте себе, да, какая картина получается. Плюс недавно, вы знаете, на уровне, на уровне Владимира Владимировича Путина, вы знаете, создалась проблема резкого сокращения количества малых предприятий. Вы знаете, вот это мы замечаем с наших, замечаем при распределении, скажем так, по окончании наших студентов. Если в 90-е годы мы спрашивали студентов, кем вы хотите стать, 18% хотели начать самостоятельный бизнес, то сейчас недавно было 9%, а сейчас 4%. Вы понимаете, условия ведения бизнеса настолько... Ну, согласитесь, да, но было еще, я не помню, по-моему, Дмитрий Медведев сказал, или Владимир Путина, кто-то из них, потому что тому, кто начинает бизнес, надо медаль за отвагу давать. Конечно, конечно, вы знаете, до 18 контролирующих организаций, да, и если мы говорим, допустим, о развитии других стран, ну, в том числе в Соединенных Штатах, например, в Калифорнии, если человек до 28 лет не открыл собственное предприятие, ни разу не прогорел, он считается как бы человеком, ну, скажем, ну, не то чтобы второго сорта, ну, во всяком случае, нерисковый человек, да, а у нас все хотят распределять крупные нефтяные компании или же контролирующие органы. Это первое. Вы знаете, все-таки нужно менять условия по отношению к бизнесу. Нужно, вы знаете, создавать все-таки честные правила игры, количество проверяющих организаций должно быть намного меньше, потому что в эти 38 миллионов приходят те, кто хотят быть самодостаточными и самозанятыми. Вы понимаете? Да, понятно. Но они не могут это все декларировать, потому что только они декларируют свой бизнес и так далее на следующий день, к ним приходит большая доля проверяющих организаций. Ну, проверяющие... Второй. Да, хорошо. Простите, пожалуйста, Михаил, да, знаете, еще второй, да, вы знаете, а давайте будем думать о структуре нашего ВВП, какого доля здесь заработной платы. Вы знаете, несколько лет назад мы, знаете, своим другом, экономистом, Шулусом Алексеем Польмерчем, подсчитали заработную структуру ВВП 26-27%, вы понимаете? То есть и возникает для людей, знаете, тоже еще одна, скажем, некая, скажем, альтернатива, то ли опихтально получать заработную плату и две трети переводить, по сути, в различные фонды и так далее, да, или же, знаете, их проводить по серым схемам. И то, что Голодец, знаете, стал об этом говорить, это очень хорошо. Я думаю, это очень хорошо. Правильно поставлена проблема на половину решенная проблема, да. Другое дело, что надо, знаете, ее решать. Сомневаюсь, что эта проблема наполовину решенная уже. Ну, хотя бы в силу того, что она будет иметь очень долгий эффект, потому что эти миллионы, которые сейчас не работают и не платят налогов и отчислений, через некоторое время они все придут в пенсионный фонд. Вы же прекрасно понимаете, да. Вот, знаете, вот этот я хотел в этом поддержать, потому что мы все понимаем, что самые крупные стройки на Западе делаются с помощью длинных денег, пенсионных, различных страховых денег. А если эти люди на данный момент не получают деньги в различные фонды, а мы знаем, что у нас доживаемость, и такой термин, к сожалению, после окончания, ведь не очень велика. Через некоторое время они придут получать пенсию по старости, но не заплатив нисколько, чтобы с нашим пенсионным фондом, который и так испытывает серьезные проблемы, вы понимаете? Серьезные проблемы, это мягко сказано, он трещит по швам. Ну, как мне сказать, прямо, я передо мной... Ну, смотрите, Агамали, какая история. Вот тут опрос проводила как раз компания Superjob.ru, Алексей Захаров, мы с ним разговаривали перед вами. Да, это хорошая компания, я верю, что следует. Да, вот по данным их опроса, согласных на серую зарплату, у россиян становится от года к году все меньше. Все-таки люди задумываются о своем будущем и о том, как жить. Так. Ну, все-таки, значит... То есть, если зарплата становится меньше, вы понимаете? Мы кого расспрашиваем-то в данной ситуации? Мы расспрашиваем тех, кто работает. Да? Да, конечно. Но в любом случае человек, который приходит устраиваться на работу, ему говорят, ты будешь получать в конверте. Он говорит, нет, и уходит. Да, вы знаете, конечно, все-таки, вы знаете, население напуганное. Вы знаете, это, с обратной стороны, старение населения. Население становится возрастным, и, разумеется, оно все больше и больше задумывается о своем будущем. Это естественно. Это естественно. Честно говоря, здесь пока не вижу проблемы, не вижу вопросов. Да нет, это не проблема, на самом деле, это такой позитивный момент, что люди начинают задумываться о своем будущем. Это вопрос открытости нашей страны, это раз, так далее, да, стали ездить, стали понимать, что все-таки, знаете, его не сегодня надо урывать, а в том числе и на завтра обеспечить свою жизнь. Это абсолютно правильно. Но другое дело, тот вопрос, который ставит голодец о том, что 38 миллионов работающих, знаете, в различных серых схемах, знаете, это требует очень серьезного анализа. Спасибо, с нами был Агамалий Мамедов, доктор социологических наук, профессор Московского государственного университета. Напомню, что сегодня вице-премьер российского правительства Ольга Голодец опубликовала, в общем, очень серьезные данные о том, что в России из 86 миллионов граждан трудоспособного возраста только 48 миллионов человек работают в легитимном секторе. Что касается остальных, непонятно, где и чем они занимаются. Мы вернемся, наверное, минутки через полторы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Поговорим о школьной форме. Министерство образования выпустило приказ об установлении требований к одежде обучающихся. Из документов следует, что каких-то стандартных для всей страны вариантов не будет. Каждая школа вправе выбирать подходящую форму сама. Требования министерства оказались вполне ожидаемыми. Темный низ, белый верх, парадный комплект и повседневная форма. О том, нужно ли вводить школьную форму, мы сейчас и будем говорить с нашими экспертами. Но прежде я хотел бы задать вопрос вам, нашим слушателям. Телефон в студии 651099, код Москвы495, пожалуйста, звоните. Вопрос простой. Нужна ли школьная форма? И этот же вопрос я задаю Лидии Ивановне Селезневой, заслуженному учителю России, директору Московской школы 1106. Лидия Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Так нужна ли школьная форма? Вы знаете, это вопрос очень сложный. Дело все в том, что форма, в принципе, конечно, нужна. Она, это вот я так думаю, как учитель. Это и организует ребят, и какой-то обычный приличный вид у них. Но не всегда это совпадает с желанием учащихся. В нашей школе мы пытались ввести форму, и форма в начальных классах очень хорошо приживается. В старших классах это вопрос очень сложный. Дело все в том, что сейчас вот возник вопрос этот о необходимости формы, и мы решаем с управляющим советом, с родительским комитетом, но все равно главное все-таки остается за ребятами. И какой будет эта форма? Она должна быть такой, какая будет им удобной. Насколько им будет хорошо. Лидия Ивановна, вот про удобство это отдельная как бы история, да? Я прекрасно помню эту школьную форму полушерстяную. Мальчики в синем, девочек в траур вечный был в черных фартуках. Ну ладно, там оставим эстетическую сторону этого дела. Да, но весной и летом, ну осенью, да, в начале сентября еще жарко. Да, а у нас всегда зима, да. Да, дети, естественно, потеют, бегают и тут же простужаются. Но это тоже отдельная история. А вот к вопросу о воспитании наших детей, вот эта школьная форма, она не лишит их индивидуальности? Самовыражение? Да, решит, конечно. И говорить о том, что сейчас, ну, естественно, разный слой, социальный у ребят и все прочее. Но во всяком случае, ну, вот у нас в школе я не вижу этого, вот такого какого-то жесткого расслоения, что им там плохо. И они, ребята, ну не очень хотят этой формы. У меня вот все время вспоминается по этому поводу цитата из Рея Брэдбери из 451 градус по Фаренгейту, где, по-моему, Битти, главный брендмейстер, говорит, запомните, вы все должны стать одинаковыми, неравными и свободными, как это записано в Конституции, одинаковыми. И что у нас с нас будут одинаковые дети? Ну, вы знаете, что дети никогда не будут одинаковыми. Это, я не думаю об этом, что это будет, я не думаю, что это будет так. Но, опять-таки, это вопрос очень сложный. Вот я долгое время с родителями пытались вести форму старших классов. Это было сложно. Ну, и идти против детского народа мы не пошли. Они одеваются так, как им удобно. Ну, вот тут мне вопрос подсказывают, может быть, просто запретить ярко одеваться, я так мягко переведу, некоторым детям. Вы знаете, что, я с вами согласна, но это все-таки опять зависит и от родителей, и от ребят, от самих. Они растут, они взрослые, они многое видят. Но порой, что еще, форма раньше все-таки организовывала не только ребенка, но и родители, что нужно было и постирать эту форму, нужно было вовремя приготовить. А сейчас порой родители даже не замечают, в чем выходит их любимое чадо. В каких брюках, в каких там, я не знаю, кофточках и так далее. Но если в семье есть культура и чистоты, и порядка, то этот вопрос не возникает. Ну, были же у нас уже попытки, да, и в то же время советское, запрещать серьги, запрещать краситься. И все равно тайком все ходили, прятались и джинсы одевали. Опять еще раз говорю, все зависит от культуры. И в семье, и в школе, и зачем ты пришел, и так далее. Но дети растут. И дети, вы только подумайте о том, что они приходят в 8 часов, в 8.15 в школу, и уходят в 4 часа. В основном жизнь их проходит в школе. Это их жизнь. И это их интересы. Это все здесь. Фактически иногда даже родители не знают, что творится с их детьми. Ну, это понятно. Да. Вот. Поэтому вопрос этот очень сложный. Мы будем его решать опять, пытаться решить. Опять будем говорить с ребятами, на своем управляющем совете, родительском активе, ученическом. Насколько это... Мы проводили даже голосование в свое время среди старшеклассников. Хотят они этого или нет. Но они не хотели, мы не пошли против своего народа детского. Спасибо. С нами была Лидия Селезнева, заслуженный учитель России, директор московской школы 1106. Сейчас мы послушаем другую сторону. К нам присоединяется Константин Куньков, родитель ученика школы 1454 Северного административного округа Москвы. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Вы как относитесь к идее ввести школьную форму? Ну, я бы хотел сказать несколько моментов по этому поводу. С одной стороны, может быть, зазорного в этом ничего нету. Но, мне кажется, переключены немножко фокусы проблем. Потому что у нас больше проблем в школе с точки зрения самого образования, сколько, чем проблемы, как одеть школьников. Это первое. Сейчас повсеместно по Москве школы объединялись, организовывались, там собирались в большие конгломераты. Там проблем-то, в общем-то, будут не одежды. Это первый момент. Второй момент. Как эту форму будут, где, из чего пошивать, это, ну, мы сейчас, наверное, не знаем, но к этому будет тоже много вопросов. Безусловно. Безусловно. В основном, если это будет погоня за дешевизмой, это будет синтетика. И ничего хорошего от этого ни мамам, которые это гладят, ни детям, которые это ночь, тоже не приводят. Тут еще и другой вопрос становится для семей, которые, в общем, не с очень большим достатком. Покупать каждый год новый комплект формы, в общем, накладно будет. Дети же растут, так-то они ходят в повседневной одежде, вы им купили что-то, да, и он в этом и в школу тоже ходит. Вот. И третий момент. Это, в общем-то, ну, можно, конечно, сколько угодно говорить, что форма дисциплинирует, но для детей я вот, знаете, убежден, и интересно было бы послушать мнение проводителей, фокус-группы там, среди детей тех же, насколько на них влияет организованность в то, в чем сидит сосед по парте. Потому что, если человек не имеет соответствующего понятия о приведении поведения, он и в костюме будет валяться по полу. Я вас уверен. Потому что такие случаи вот знаю и даже видел сам. Вот. Не буду говорить за свою школу, у нас все, в общем-то, более-менее нет таких каких-то особых случаев, но это известная история. Вот. Константин, я попрошу вас остаться на телефонной линии. У нас есть звонок от слушателя. Игорь, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю вас за данную тему поднятую. Вот. Что касается школьной формы. Во-первых, я считаю так, что нам не стоит переходить к этому вопросу, пока, значит, учитель, профессия такая, как учитель, не будет... Ну, вы себе прекрасно представляете, сколько человек идет на одно место в ПЭД-институт или ПЭД-университет, или на худой конец в ПЭД-училище. Ну, вот мы, собственно, с нашим собеседником Константином Акуньковым и говорим, что основная проблема – это обучение и образование, а не не форма. Вот пока 10 человек не будет на одно место учителя, никаких вопросов по поводу школьной формы не может возникать. Я так считаю. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо вам за ваш звонок, Константин. Ну, да, я еще раз уточню, что действительно самый главный, самый серьезный аспект – это то, что у нас старательно уводят проблемы образования в какую-то вот, ну, извините, второстепенную фигню. Потому что главные проблемы – это чему учат и как учат. Натаскивают ли на ВГОСу или дают знания, дают ли там, вставывают ли православие или какую-то другую религию в рамке школы. Или замещают… Понимаю, меня эти вопросы, как родителя, тоже, в общем, беспокоят. Тем не менее, я вот перед эфиром сейчас посмотрел записи в многих соцсетях, и очень многие люди как раз нашего поколения, среднего возраста, да, они, в общем, испытывают такие прекрасные ностальгические чувства по школьной форме времен СССР. И говорят, да, надо вводить. Дело в том, что я не хочу сейчас уходить в сторону обсуждения, что было хорошего в СССР, а что плохого. Ну, я лично сам гладил брюки и галстуки там, да, но, повторюсь, немножко другие условия, совсем другие, точнее. И обстановка в школе сейчас регулируется неформой. И то, что хотят… Вот я еще раз вернусь, что слили 10 школ в одну, получили колхоз образовательный, а теперь как это все взлететь? Надо еще отдеть их всех одинаково, чтобы вообще никто ничего не высовывался. Ну, на самом деле, ну, это совершенно вопрос, не дисциплина, не дисциплина быть в другом. Когда разные уровни школ, там, знаний, способностей, обычные, спортивные, там, икоррекционные, там, грубо говоря, соединяют, так вот там будет проблема не образования, точнее, не одежды, а скорее, там, умер психологов, которых сейчас тоже периодически сокращают, просто за экономию. Это вопрос настолько вторичный, что если господин президент у нас сейчас выступил со словом «да», надо вот что-то подумать. Ну, не надо так спешить хотя бы, хотя бы не надо спешить это разводить прямо с 1 сентября, вот, с ближайшего года. Как я понимаю, все идет к тому. Ну, вообще, похоже на то, и совершенно непонятно все-таки, будут какие-то единые стандарты или не будут, потому что хотя форма, вот, как говорится, в приказе Минобразования будет разная. Да, вот с этого момента, на самом деле, просто и получается, что даже суть обсуждения, она как-то пока под вопросом, потому что у нас это все обычно получается как, сначала двигают какую-то мысль, слушают какой-то резонанс, потом тихоньку продаливают какие-то вот уже частности. Вот мы сейчас пока не знаем этой всей конкретики, что тут можно обсуждать. От нас ждут эмоции. Ну, вот мы их и высказываем. Вот, пожалуйста, эмоции. Спасибо, с нами был Константин Акуньков, родитель ученика школы 1454 одного из, не одного из Северного административного округа Москвы. У нас есть телефонный звонок. Олег, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. По поводу формы и униформы. Первое, что мне кажется, вот посмотрите, на выпускных дети наши как одеваются? Нарядно. Всегда, 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 правильно. Галстук, белая рубашка, пиджак. Все, в общем, как взрослые. Это раз. И второе. Помните, день пограничника, день ВДВ, день военно-морского флота. Это же все униформа. И в день школьника они будут все доставать школьные пиджаки и ходить? Нет, нет. Я имею в виду, что униформа, униформа, она как бы принадлежность определенной касте. То есть ребенок может ассоциировать себя, как я учусь. Член некоего сообщества. Да, да, совершенно верно. А все вот эти вот вещи, что я не буду, я не хочу, я буду носить свое собственное. Ну, мне 45 лет. Я еще помню, как мы подшивали, ушивали, заворачивали рукава вот этой. Да, помню прекрасно тоже. Да, да. Спасибо вам за звонок. Мы прервемся на полторы минуты и через паузу поговорим о закрытии, возможно, около полутора тысяч интернет-сайтов. Роспотребнадзор обнародовал результаты исследования около двух тысяч сайтов. Из них более полутора тысяч эксперты ведомства предложили внести в список запрещенных. Причина – найденная там информация о способах самоубийства и призыва к нему. Теперь эти страницы могут быть заблокированы. Интернет-эксперты уверяют, что уже существуют десятки способов обхода данного черного списка, и запрет не имеет смысла. Психологи, в свою очередь, утверждают, что эти сайты не могут нанести вреда людям с устойчивой психикой. У нас на связи Игорь Ашманов, гендиректор IT-консалтинговой компании Ашманов и партнеры. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, кто и как, вот совершенно непонятно, как мониторят эти сайты? Потому что, ну, в том количестве сайтов интернет, которые сейчас существуют, откопать полторы тысячи – это все равно, что иголку в стоге сена. Нет, неверно. Просто из жалоб тех, кто наткнулся на эти сайты. Они их мониторят, просто получив жалобу и сходив на эти сайты, там посылают эксперта, который делает заключение. И эти сайты, конечно, опасны для людей с неустойчивой психикой, а именно для подростков. Там с 12, там, скажем, 13 лет до там 18, которые, условно говоря, могут покончить жизнь самоубийством, если им не дали денег на новый айфон. И при этом кто-то объяснил, что это очень круто показать родителям, насколько это все серьезно. Ну, понятно. Игорь, скажите, а насколько вообще вот у владельцев таких сайтов есть возможность технически взять, перенести контент в какую-то другую, ну, доменную область, например, или вообще там его так замаскировать, я бы так сказал? Ну, очень много таких возможностей, но я так понимаю, что блокирование сайтов, оно призвано создать барьеры, затруднить. Потому что сейчас сайты, где вот, либо призывы к самоубийству, либо там наркотики и так далее, они вообще абсолютно доступны и не испытывают никаких трудностей. Ну, как если, знаете, наверное, можно найти проституцку на Ленинградске, но в последнее время они как-то не попадаются на глаза. Раньше едешь, они прямо стоят. То есть затруднение этого дела, как минимум, оттечет тех, кто наталкивает на такие сайты не специально. Потому что того, кто специально пишет такой сайт, его, конечно, не остановить. Но речь идет не о них, а о тех, кого туда затаскивают, ну, как бы, нечаянно. Понятно. Но, тем не менее, борьба вот с таким контентом может быть успешной? Да, в общем, да. Я думаю, что там дело не только в том, чтобы их все вычистить, а в неотративности наказания. То есть нужны показательные порки, и, скорее всего, это сработает. Ну, а почему с ним не бороться, если это контент реально, который может привести либо к возникновению наркотической зависимости, либо к самоубийству? Конечно, надо бороться, с моей точки зрения. Спасибо. С нами был Игорь Ашманов, гендиректор компании «Ашманов и партнеры». У нас есть звонок. Максим, мы слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушайте, ну, вот мне, как рядовым пользователям интернета, и уже там, как родителям в том числе, на самом деле, это какая-то глупость. Сегодня мы боремся с сайтами, которые пропагандируют там самоубийство. Завтра мы начнем бороться с газетой, которая написала что-либо плохо про власть. Это все начинается с малого. Я, конечно, может быть, сейчас преувеличиваю, но мне кажется, что просто у нас все время все хотят переложить ответственность на кого-то. Запрет вот этих вот сайтов – это исключительно упущение тех родителей, которые не занимаются воспитанием собственных детей. Я, как раз, понимаю и помню свою молодость, и тоже у меня были какие-то сложности в переходном периоде. Но если бы не, как говорится, та среда, в которой я находился, то я, может быть, бы и полез бы искать эти сайты. Но в целом, я могу сказать, что в той среде, где я был, мне как-то не приходилось задумываться о том, что было. Ну вот мы сейчас об этом и поговорим с нашим экспертом, Светланой Штукаревой, членом общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Светлана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы полагаете, вот то, о чем говорил сейчас наш слушатель, оно справедливо, это мнение? Ну, оно справедливо в той части, что это должна быть проблема не только и не столько тех детей, которые, или подростков, которые озабочены теми или иными сложностями, но и родителей в том числе. Поэтому это, в общем, какая-то такая общая, что ли, проблема. Вот в этой части я с ней согласна. Скажите, у вас есть какая-то статистика самоубийств в России? Ну, вы знаете, есть неофициальное, что каждый день ориентировочно 110 человек, подростков, молодежи в России заканчивают жизнь самоубийством. А известно ли, сколько таких случаев произошло после того, как подростки или дети насмотрелись вот этих сайтов? Нет, вот с этим как раз сложнее, потому что вот точно определить, этим, собственно, мало кто занимается, чтобы посмотреть, какова была предыстория. То есть посещали они эти сайты или не посещали, такой статистики нет. Скажите, а вот многие все-таки эксперты говорят, что если у детей, ну, или у подростков, да и у любого человека, на самом деле, устойчивая психика, то, в общем, смотри, не смотри, ничего тебя не подвигнет закончить жизнь самоубийством. Ну, с одной стороны, да, это так, но с другой стороны, вот те, ну, подростки, дети, которые, вот, пытаются что-то такое сети найти на тему самоубийств, они скорее ищут не сколько, как бы, подтверждения, сколько опровержения. То есть им очень важно войти в диалог, вот даже таким вот виртуальным образом. То есть на самом деле им сложно об этом с кем-то говорить, где-то говорить, но говорить про это хочется. И вот такой, как бы, диалог-монолог они вот находят в сети для того, чтобы, ну, просто вот как-то что-то такое для себя найти с того, о чем они, возможно, еще не знают. Светлана Владимировна, ну, вот получается, как в старом анекдоте, конечно, но такой поговорке, назло родителям отморожить себе уши. Почему вот подростка, да, вообще формируется такое восприятие? Угу. Это вообще такая довольно распространенная и, в принципе, совершенно объективная позиция протеста. То есть подросток должен, как бы, тестировать эту реальность в общество, родители, там, школу, окружение свое, в общем, все, что есть в этой жизни, для того, чтобы, вот, попробовать, а выдержит ли, а смогу ли я вот существовать, ну, скажем так, и в сложных условиях, и в несложных условиях, смогу ли я совершать какие-то действия, которые, возможно, будут не сильно одобрены обществом, и что мне за это будет. И это вот, как бы, такой, ну, наиболее радикальный опыт тестирования этой самой реальности. Вот что мне за это будет? И зачастую это совсем не та идея реального вот суицида, о котором мы сегодня и говорим. А как быть, когда дети, вот мы слышали о случаях коллективных самоубийств? Это один подражает другому? Да. Это в том числе есть такой эффект вертера, когда, вот, скажем так, анонсированный какой-то случай суицида рождает некую такую вот реакцию повторения. Но, наверное, коллективные самоубийства – это, скорее, попытка справиться с чем-то очень страшным, не в одиночку. Вот, на самом деле, любая попытка уйти от жизни – это в большей степени, ну, вот, несогласие, ни сколько, как бы, тяга к смерти, сколько несогласия с тем, что есть в этой жизни. И они просто не могут найти нужных для них ответов. Они еще просто не умеют их искать. И поэтому, вот, внимание родителей, там, социума, конечно, здесь совершенно бесценно было бы. Светлана Дмитриевна, а как вы относитесь к идее, если не закрывать, например, подобного рода сайты, да, а под видом обыкновенного пользователя внедрять психологов? Ну, на самом деле, такие сайты есть. И вообще, это даже, наверное, очень хорошая идея, когда вот на эту очень важную, такую тревожащую, таинственную тему суицида, чтобы об этом шел разговор. То есть делать вид, что этого не происходит, это вроде как не про нас, это не способ, вот, борьбы с суицидом. На самом деле, нужно про это говорить, потому что нужно снять вот этот флёр таинственности, вот этот флёр какой-то, там, непонятности, подажа, протеста, романтики, безусловно, и говорить об этом, ну, достаточно прагматично с точки зрения, о том, как это вообще не сильно симпатично выглядит, о том, что вообще есть разные способы ответа на вопросы протеста или сопротивления этой реальности. То есть действительно можно протестовать и нужно протестовать, но есть другие способы, куда как более эффективные, да ещё и результат посмотреть от этих протестов. А суицид это какая-то такая, в общем, не сильно полезная штука, потому что, ну, как ты узнаешь о том, что произошло после, да никак. А для подростков очень важно ещё иметь некую обратную связь. А здесь они её не получаются. И поэтому вот на это их и надо подвигать, про это говорить. Ну вот мы уже в одной из наших программ касались этой истории. Вообще парадоксальная вещь иногда происходит. Например, в Швейцарии, более чем благополучном стране, чуть ли не самый высокий уровень самоубийств в Европе. Именно потому, что она благополучная. То есть психологическая устойчивость швейцарцев ниже, чем, скажем, наших закалённых в боях людей. Да, с этой точки зрения в этом тоже есть резон. То, что человеку нужны какие-то сложности, должны быть какие-то проблемы, должны быть какие-то страдания даже в том числе, что-то такое кризисное. Через что надо, в общем, учиться переходить. А в благополучных странах там действительно всё очень благополучно. И нету даже в чём-то, может быть, искусственно создаваемых трудностей. Трудности нужны. Нужно учиться их преодолевать. Поэтому и в нашей стране как раз трудностей-то хватает. Другой вопрос, что зачастую эти трудности понимаются не как трудности и задачи, а как неразрешимая проблема, фатальная, которая не имеет ответа. А вот как научить детей не бежать в интернет и смотреть, как с жизнью покончить, а прийти к родителям, к сверстникам, к психологу? К психологу считается ходить стыдным. Ну, на самом деле уже немножечко не так. Уже стало не просто не стыдно, а даже в этом есть некий тренд. То есть почему бы и не сходить хотя бы просто для того, чтобы опустить, скажем так, того же психолога, показать ему, что он ничего не знает. Это классно. На самом деле, если даже под таким соусом подросток идет, чтобы доказать свою правоту и что с ним ничего нельзя там предпринять, то это хорошо, пусть идет. Главное, что ему будет с кем поговорить об этом. А что касается родителей, то родители – это те же вчерашние подростки, которые сами, возможно, не могли разрешить своих-то проблем, и поэтому они не могут всегда быть состоятельны в этих разговорах со своими подростками. Но говорить к ним и надо, по крайней мере, чтобы хотя бы знать и не упустить в какой-то достаточно сложный момент. Ну и чтобы у ребенка, у подростка была возможность выговориться. Да, конечно, безусловно. Спасибо. С нами была Светлана Штукарева, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Мы говорили о том, что Роспотребнадзор обнародовал результаты исследований около двух тысяч сайтов. Из них более полутора тысяч эксперты ведомства предложили внести в список запрещенных, потому что там содержатся сведения и призывы к суициду. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго. Не болейте.